всем привет дорогие друзья сам кирилл сакаст и сегодня нас марл стайк форс сегодняшнее видео будет посвящено у нас новому обновлению который вышел буквально вчера перейдем сразу ключевым моментом которые заработчики внесли и добавили конечно же в игру начнем с фантастической четверки добавили нового героя для этого пока это женщина халк и теперь что интересно пак имеет вариативность то есть если мы будем играть через мемора это будет для нападения в войне если через женщину халка это будет пак ориентирован на защиту и давайте немножко к изменениям факелу поменяли добавили здесь дополнительное описание то что теперь он дает урон номер у четверки и дополнительно женщина халк тоже получает нас дополнительно урон а невидимка получила более интересные изменения во первых барьер также она будет отражать наносить урон когда будет барьер атаковать это конечно не главное когда будет именно женщина халк еще в party то есть было раньше номер четверка теперь добавили Еще как раз таки женщину Халк Что более интересно Это во время обороны Будем получать усиление защиты На два хода Как получает Асгард Как все паки сейчас ориентированы в деф Они как раз таки имеют такие атрибуты И четверка не стала исключением То есть за счет вот этого умения За счет добавления нового героя Пак у нас переориентируется Именно в деф Насколько в деф они будут актуальны Конечно посмотрим Но точно можно сказать что фантастическая четверка Сейчас именно в нападении Не самый сильный пак Очень много рандома За счет этого конечно я думаю поставлю тоже их в деф Но посмотрим именно на практике Существу тоже добавили Здесь дополнительное описание Также броню получает женщина Халк И более интересное изменение Это ультимативная способность Здесь за счет комбинации С женщиной Халк Мы наносим двойную атаку И два раза снимаем усиление защиты То есть умение срабатывает два раза Это конечно очень сильный Именно буст по урону И по контролю То есть мы снимаем дополнительно положительный эффект Один из самых сильных эффектов Это усиление защиты Также пассивка получила небольшое изменение То есть добавили здесь Что в срочную помощь может приходить И женщина Халк И тут я не помню Была раньше То что когда срочную помощь получает персонаж Что он снимает слепоту или нет Потому что факел Он за счет пассивки снимал И пак всегда был ориентирован Именно на атаку И вот это описание было не нужно То есть слепоту Никто в защите не накладывает Поэтому интересно Насколько это актуально будет Конечно посмотрим Но в принципе интересные изменения Потому что Как я уже говорил Само по себе Фантастическая четверка Стала менее актуальна в атаке Посмотрим как она будет показывать себя в защите Давайте перейдем к новым героям Добавили Антивенома Женщину Халк И Крика Если Антивеном и Крик у нас уходят полноценно В пачку симбиотов То Женщина Халк уходит в защиту В фантастическую четверку В Войне Альянсов Перейдем к мини обзору У нас Крик Первое умение Удара симбиота Наносит энное количество урона Накладывает кровоток При прокачке Дополнительно атакует ближайшую цель Что интересно Может атаковать эту цель В невидимости То есть невидимость нас не сильно будет пугать Конечно невидимость сейчас максимально неприятная Потому что это и Асгарды И Фениксы И Невидимки То есть сейчас очень много героев Которые могут накладывать такие неприятные эффекты При полной прокачке Мы атакуем вместо одной дополнительной цели Целых две То есть если герой находится в центре Допустим слева справа От него будут получать еще так же Дополнительные таргеты Будут получать урон Можем снимать эффект Что с основной Что с дополнительных целей И на капе максимально накладываем кровотечение Умение конечно очень сильное Во первых это кровотечение по трем таргетам Плюс мы можем снять с трех юнитов Как раз таки положительный один эффект Для базовой автоатаки Это конечно очень сильное умение Спецумение Расщепление волос Механика здесь в принципе идентичная Что первое базовое умение Потому что мы носим в основной таргет больше урона Также атакуем дополнительно два ближайших таргета С чуть меньшим уроном И как раз таки можем атаковать по скрытности Единственное что контратаки прерывают цепочку атак Здесь на капе мы также снимаем Один эффект Но на более глубокой прокачке Мы можем снимать целых два эффекта Вместо кровотока мы здесь накладываем ослабление атаки И это умение как раз таки доступно у нас с первого хода В принципе очень сильное умение И можно как раз таки прокачивать его даже за апельсины Потому что два эффекта Либо один это конечно большая большая разница В принципе умение неплохое и сильное конечно Ультимативная способность Чувствительные волосы Наносит опять чуть больше урона в таргет Ближайшие цели получают меньше урона Эту атаку нельзя заблокировать И что интересно Накладывает замедление на основную цель и дополнительные цели Плюс что меня очень сильно порадовало Это конечно снижение шкалы скорости То есть мы снимаем шкалу скорости сразу у нескольких юнитов Это конечно очень мощно И это как минимум сильное умение Плюс разрушение и замедление на два хода То есть здесь можно тоже смело прокачивать это умение за апельсинки То есть это разрушение, замедление на два хода И снижение шкалы скорости Единственный минус этого умения То что оно доступно через два хода То есть энергия 4 из 6 для этого умения Ну так конечно умение получается супер сильное Ну и последнее пассивное умение Это симбиотическая связь После смерти любого персонажа восстанавливает симбиотом 5% от маг здоровья этого героя Что круто, когда у нас в пати 3 симбиота минимум Мы снижаем сопротивление всех вражеских героев на 30% И это конечно must have Потому что все симбиоты ориентированы на негативные эффекты Это кровотоки, замедление и так далее Но более интересное в пассивном умении Это то, что после смерти любого персонажа Накладывают на симбиотов ускорение И максимум на целых два хода То есть если мы будем сражаться против каких-то там условно миньонов Да, там допустим Хэллы И сразу убиваем этого миньона То есть мы получаем ускорение моментально На всех наших симбиотов И Карнаж еще дает дополнительно разгон То есть это выглядит как минимум очень жестко Плюс есть манипуляция с замедлением от симбиота И замедление как раз таки с манипуляцией шкалы скорости от Крика Как минимум герой выглядит прям сильным Прям очень сильным, я бы сказал Особенно для симбиотов Давайте же перейдем наверное к антивенуму Чтобы закрыть красотки полноценный пак симбиотов И первое умение это коготь смерти Интересная механика вообще у антивенума Во-первых мы наносим айное количество урона И шансом накладываем на врага Противоположную версию одного случайного положительного эффекта с персонажа То есть если у нас на антивенуме висит ускорение Мы с базовой автоатаки будем накладывать замедление Если будет у нас висеть защита от венома Будем накладывать ослабление защиты Плюс мы восстанавливаем еще 5% непризванному союзнику И от этой атаки нельзя уклониться На капе добавляется урон, убирается шанс И дается как раз таки 100% эффект Плюс дополнительное кровотечение Плюс мы снимаем еще блокировку лечения С непризванного союзника с наименьшим здоровьем Это конечно круто, потому что раньше Вообще симбиоты боялись блокировки лечения Они не могли как раз таки снимать такие неприятные эффекты И на капе мы как раз таки перекидываем В противовес нашим положительным эффектам Перекидываем 2 негативных эффекта Конечно умение максимально прям выглядит максимально жесткое Во первых это кровоток, подхил, снятие эффекта И как раз таки перекидывание еще положительных эффектов В противовес негативных На самом деле прям первое умение какое-то такое Слишком жесткое Посмотрим конечно как оно будет работать уже на практике У антивенома доступны все умения То есть у него спецумение имеет откат в 6 ходов Она доступна и ультимативно имеет откат в 7 ходов Она также доступна с первого умения Что круто снимаем со всех блокировку лечения И восстанавливаем как раз таки здоровье От максимального здоровья этого героя Можем воскрешать симбиота с 10% его здоровья То есть это дополнительно еще воскрешение Если как-то не дай бог убьют кого-то из наших симбиотов Если союзник симбиотов для возрождения нет Дает дополнительно энергию То есть это и дополнительно заливка Потому что во-первых симбиоты всегда страдали Именно у них были когда откаты Они вот этот промежуток были довольно таки уязвимы Теперь мы как раз таки если не теряем симбиотов Мы можем как дополнительно батарейка Как лорд взливать энергию Это конечно круто Что интересно накладываем еще дополнительный иммунитет Дополнительное лечение И на капе можем воскрешать одного симбиота С запасом в 60% То есть почти полное здоровье будет у нашего симбиота Конечно очень сильное умение Во-первых оно убирает все слабые места у симбиотов Это блокировка лечения Это дополнительное воскрешение И это батарейка Все это в одном умении Конечно это очень круто Правда откат довольно таки весомый Как раз таки у этого эффекта Ультимативная способность Смертельное лекарство С шансом в 30% накладывает на присаж Противоположные версии всех отрицательных эффектов Кроме кровотечения с основной цели Интересное описание Мне кажется немножко некорректное То есть мы берем все негативные эффекты Кроме кровотечения Их копируем И кидаем на основную цель То есть допустим какую-то цель мы не смогли зацепить И как раз таки с шансом в 30% Потом правда мы этот шанс убираем То есть это будет 100% шанс Мы как раз таки перекидываем все негативные эффекты Единственный конечно минус То что кровотечения мы не можем перекинуть Потому что все симбиоты Они просто заточены под кровоток Но мне кажется если бы он мог все кровотоки перекинуть Точнее перекинуть А именно скопировать То это было бы наверное слишком жестко Это был бы скорее всего ваншот Потому что это ульта Там как раз таки множитель будет максимально жесткий Плюс мы наносим еще урон основной цели И даем регенерацию Что интересно мы также распространяем Два положительных эффекта Этого персонажа на союзника То есть мы во первых закидываем негативные эффекты И кидаем на нас еще положительные эффекты Плюс мы можем похищать У основной цели здоровье В размере 50% И это конечно прям супер жестко Особенно у персонажей у которых много хп Там Таносы да Которые именно прям обилие хп На капе мы конечно же снимаем То есть вот этот шанс в 30% И что интересно То есть при максимальной прокачке Мы получаем дополнительно Два заряда регенерации И распространяем все положительные эффекты С персонажа на всех союзных симбиотов То есть мы дополнительно можем получить Целую кучу полезных эффектов То есть там и отражения Имунитеты То есть мы можем это скопировать Это конечно максимально круто Но нужно смотреть именно Как это все будет работать по концепции Пока это будет максимально жестко И максимально интересно Ну и последнее пассивное умение Это мерзкий целитель В начале хода мы снимаем Один отрицательный эффект Если это симбиот Снимаем еще так же Отрицательный эффект с него Когда у персонажа Остается меньше 50% здоровья Мы накладываем еще дополнительно У ворот Дальше снимаем чуть больше Никотинных эффектов Краски симбиотов И дополнительно даем регенерацию На капе еще больше снимаем эффектов То есть конечно здесь Все проблемы симбиотов Они честно говоря убираются То есть симбиотов были какие проблемы Они не могли снимать Краски блокировку лечения Это убрали У них появился искрешение Дали такую небольшую батарейку Куча контроля В виде ослабления атаки И они теперь могут еще снимать Эффекты негативные То есть это конечно максимально круто То есть Выглядит на самом деле Все это прям Жестко Конечно посмотрим на практике Потому что как всегда Теория теории Но нужно именно посмотреть Как они смогут разгоняться Потому что все будет зависеть Именно от их разгона Пачка все таки будет Ориентирована на это Потому что когда крик Спасивки получит дополнительное ускорение На всю команду А карнаж будет давать шкалу скорости Вот этот разгон Возможно краски никто не сможет остановить Но это уже краски Увидим чуть позже Ну и перейдем к последнему герою Это женщина Халк Первое умение Гамма удар Наносит основной цель Н-ное количество урона И накладывает ослабление защиты При прокачке Прокачивается только урон И что интересно Наложение ослабления защиты То есть когда Она будет приходить На срочную помощь За счет пассивки Мистера Фантастика Она будет также накладывать Ослабление защиты Для вообще комбинации Ф4 это очень круто Потому что они почти всегда Находятся под усилком атаки И соответственно Ослабление защиты Это будет как раз таки То что нужно Для нанесения максимального Количества урона Запельсинки Умение не самое актуальное Конечно Много урона будет От срочной помощи У Ф4 Но это все таки Не ключевое Второе умерение Это мера принуждения Наносит энное количество урона И снижает шкалу скорости Плюс еще так же Снижает шкалу скорости Ближайших таргетов Что естественно Очень круто Дает провокацию И восстанавливает часть Потерянного здоровья На капе мы здесь Восстанавливаем По 30% Если учесть Чтобы если прокачаем За апельсинки Что круто Это конечно Когда мы снижаем Основной цели 40% Шкалы скорости И дополнительно По конусу Получается Когда мы задеваем Соседние таргеты Дополнительно На 30% Это очень круто К слову Это умение Естественно Заряжено на старте И откат у него 4 хода Конечно За апельсинки Здесь нужно подумать Стоит ли прокачивать Потому что 10% Восстановления хп Конечно Выглядит неплохо Плюс дополнительный урон Насколько это будет критично Пока не особо понятно Так что Я бы пока не прокачивал Ультимативная способность Имеет откат в 5 ходов И сразу тоже готова На первом ходу Немножко не особо Я понимаю Тут концепцию В том плане Что Есть Именно Либо в фазах Наносится Этот урон Либо это двойной урон Именно Как раз таки Давайте сейчас Давайте сначала разберемся Во первых Наносим На количество урона И оглушение Также накладываем провокацию На врага С неименьшим здоровьем Соответственно Ф4 будет кого-то проще Убивать Потому что это Таргетный стан И Дополнительно Такой некий Вид контроля Не всегда Конечно Провокация Бывает актуально Накладывать Потому что Зачастую Это иногда мешает Кто играет Костюмами Может знать Такую механику Не всегда Это бывает полезно Что интересно Во время обороны В войне Мы также Наносим Урон Он такой же Игнорируя провокацию Мы накладываем Оглушение Персонажу С наибольшим уроном То есть Мы контролем Самого сильного По урону И накладываем Как раз таки На него провокацию То есть Это умение Либо в обороне Имеет Вот такое вот Описание То есть Оно Будет Выключать Самого Дамажного Героя Если мы Играем Не от обороны Это просто В налете То мы можем Сами Накладывать Провокацию С наименьшим Здоровьем Потому что Сомневаюсь Что это будет умение Работать Именно как Двойной стан Потому что Слишком сильно Будет Стан По двум героям Поэтому мне кажется Здесь именно От фазы Будет зависеть Где использовать Это персонажа На капе Получаем Только урон То есть Записинки Не самое Профитное Пока умение И пассивное Судебное Постановление В начале Хода Восстанавливаем 5% На капе Тут восстанавливаем 15% Конечно Это неплохо Как пассивный Такой реген При получении Скрытности Дает Провокацию Это важно То есть Когда Невидимка Будет Использовать Спецумение Она будет Кидать В невидимость Всех наших героев И как раз таки Женщина Халка Будет дополнительно Получать Провокацию И будет танчить С восстановлением Потерянного здоровья Также У этого героя Есть заряды готовности За каждый заряд готовности Она получает Плюс 10% Урона Максимально 5 зарядов То есть Это максимально 50% Дополнительного урона Это конечно Очень мощно Суть зарядов Это когда Атакуют Либо ее Либо фантастическую четверку Мы получаем Заряд готовности То есть По аналогии С Как раз таки Тором Что круто Когда Она получает 5 зарядов Она переносит Все отрицательные эффекты С персонажа И союзников Из четверки На врага С наибольшим уроном Это конечно Выглядит Прям Прям реально мощно Как это будет на деле Конечно Будет уже Видно чуть позже Плюс Еще дополнительно Наносит урон Наносит урон И снимает все Заряды готовности Во время обороны Как раз таки То что Мы потеряли часть Урона От Немора То есть Он давал урон Для нападения Этот урон Компенсируется Как раз таки Для обороны И в обороне Мы будем получать Дополнительно Как раз таки 10% урона Еще Это конечно Очень круто А не 10 Даже 20 То есть Здесь еще Будет стакаться 20% Это конечно Мощно И за пельсинки Естественно Это умение Есть смысл прокачивать Так что конечно Интересно смотрится Вообще в целом Вся фантастическая четверка Потому что Ну в атаке Конечно же Она потеряла Свою былую мощь Потеряла Свою агрессию И Номер 1 пачки Личит для меня Потому что Сейчас много рандома За счет Всяких Спец умений Локи За счет даже У мистик Тоже есть Похожая механика То есть Сами себя Обычные Ф4 убивают Это конечно Большой минус Либо просто По скорости Не успевают Посмотрим Как это все Будет выглядеть Конечно И радует Что Делают Паки Именно универсальные Атака Защита Посмотрим Будут ли они Придерживаться Такой механики Ну и давайте Перейдем К самому Интересному Это ISO 8 Для получения Этих предметов Сделали отдельную Компанию Со своей Энергией Это конечно Большой плюс Для разработчиков Компания Проходится Максимально легко То есть 18 тысяч Здесь Максимальный порог То есть Ориентирован Это конечно На вообще Абсолютно всех То есть Когда открываете Никаких проблем У вас не должно Возникнуть Для прохождения На максимальное Количество звезд И Давайте потихонечку Разбираться Что же Такое Вообще Из себя Представляет ISO 8 Дополнительно Вот такие Вот Появился У нас Такой график Заходим В него И Здесь Есть Пять ячеек И Эти ячейки Усиливают Определенные параметры Здоровье Урон Броня Сопротивление И концентрация Каждый Материал Имеет Ряд своих Бонусов Именно по параметрам То есть Если первый Когда мы Ставим Первое Изо Мы получаем 2% всего К увеличению Этого параметра Эти параметры Мы менять не можем То есть Они фиксированные Броня Сопротивление Здоровье Концентрация И конечно же Урон То есть Мы не можем Здесь поставить Полностью Только один Лишь урон 5 граф 5 вот этих Заполнений Ячеек Был бы Один урон Это было бы На капе Плюс 50% Такое Естественно Разработчики Не стали допускать Поэтому Каждый из этих Навыков Имеет ряд Апов И Как раз таки Определенный лимит То есть На капе Если на первом уровне Мы получаем Всего 2% брони То на капе Это целых 10 И соответственно 10% К броне К урону К хп Это конечно Все очень круто Когда мы получаем Первые Заполняем Первые 5 ячеек Они заполняются Довольно таки просто Мы открываем Центральный Бонус Усиление Усиление Мы можем менять То есть Здесь Абсолютно Безраведенцы Какое мы усиление Берем Его можно менять От ситуаций Ситуации могут быть Конечно разные То есть Вариативность Добавляется Для арены Для рейдов То есть Допустим Мы берем Какой то пак Для арены Придумаем Какую то синергию И соответственно Уже от этого Интерпретируем Наши умения Каждая из этих рун Имеет так же Прокачку В 5 уровней И давайте Разберемся Что это вообще За бонусы Если боец Нам дает Дополнительно 5% урона И дополнительную Атаку По уязвимой цели А уязвимые цели Естественно Будет отображаться Уже в фиолетовом Не красным Как дебафы Не синим Как бафы А новый Именно параметр Будет визуально Это фиолетовый Будем еще наносить Дополнительно 50% урона На втором уровне Прокачки Получаем ХП И так далее То есть на капе Мы будем получать Когда руна у нас Это будет прокачано На 5 звезд 15% К урону 20% К хп И 100% К нанесению Дополнительного урона По уязвимой цели Представьте Только Какие комбинации Можно проворачивать С такими уронами Условно Мы накладываем Уязвимость За ее Она делает Тычку И призывает С базовой автоатаки Призывает грома Который получает Плюс 15% К урону И бьет Один раз А потом еще 100% урона Накидывает Именно с пассивного Умения Это просто такая задумка Плюс Таких комбинаций Можно придумывать Целую кучу А там и проксимы С корпусом Потому что они имеют Двойную тычку И каждый из этих навыков Имеет естественно Ряд своих бонусов Есть усилитель Который дает нам барьер Целитель Дополнительная Регенерация здоровья То есть каждый Здесь имеет Какой-то бонус И это выливается Тоже по характеристикам Если посмотреть на летчик Он дает нам дополнительно К шансу критического удара 15% На капе Это будет 25 То есть мы можем Конечно тут придумывать Неплохие именно вариации Возможно они конечно будут Иметь какой-то лимит По ограничению То есть имеется ввиду Что хорошие варианты Будут в принципе Наверное Уже открыты В ближайшее время Именно самые полезные Для рейдов Самые полезные Для арены Возможно Такой вариативности Прямо стопроцентной И по итогу не будет Так и хотелось бы Потому что здесь все-таки Не настолько много вариаций То есть 5 рун Которые статичные И 5 усилков Которые мы можем Как раз таки выбирать От зависимости Рейда Арены И синергии Конечно будет Не просто это прокачивать Потому что Чтобы получить Руну второго уровня Нам нужно прокачать Все изо На второй уровень Тут какое Можно уже так Сходу Сделать вывод Кому прокачивать Кому не прокачивать То есть я пока буду Ориентироваться Стараться Вымакшивать героев Которые у меня пользуются Использую их В рейде Использую на арене То есть Чтобы прокачивать Максимально узконаправленные Паки И открывать полезные Как раз таки пассивки Потому что по сути Руны Третьего уровня Второго уровня Они намного сильнее Потому что 10% хп Для какого-то Таноса Это очень много Поэтому нужно быстрее Выкачивать Чтобы получить Такой полезный баф В принципе Про изо Все Конечно Про комбинации Мы поговорим Чуть позже Именно Как лучше Что синергировать Посмотрим Какие-то именно Вариации Которые уже В принципе Я для себя Отметил Но это Чтобы видео Не затянулось Все таки Это больше Обзор на обновление Мы разберем Кростки На отдельную тему Надеюсь Вам видео понравилось Друзья Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал И конечно же Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok